Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители канала Миломикс! Вы просили рецепт от натоптышей и мозолей. Спешу поделиться с вами действующим рецептом, как бороться с натоптышами и мозолями. Нам понадобится обычная пищевая сода и хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло натрите на самую мелкую терку, примерно 1 столовую ложку. Налейте в тазик горячей воды, градусов 50-60. Добавьте в воду 1 столовую ложку натертого хозяйственного мыла и 1 столовую ложку пищевой соды. И тщательно это все размешиваем, опускаем ноги и выдерживаем где-то минут 30-40. Прошло 40 минут, достаем ноги, вытираем, но пока не смываем. Чтобы сделать компресс, нам понадобится долька свежего лимона. Прикладываем дольку лимона к натоптышу или мозолю. Прикрепляем пластырем к проблемному месту на 20 минут. Потом кожу нужно промыть водой. Суть лечения в том, что сок лимона размягчает ороговевшую кожу. Теплые ванночки делаются ежедневно, добавляя в горячую воду пищевую соду и хозяйственное мыло. Спустя несколько дней кожа размягчается. Отвертевший отмерший слой можно аккуратно попробовать удалить пемзой или аптечной деревянной лопаточкой. Место воздействия остается просушить полотенцем и смазать детским кремом. Есть еще один вариант, как можно избавиться от мозоли. В этом вам может помочь лист алоэ. Его мякоть прикладывают к ороговевшему участку кожи на полчаса. После размягчения мозоля ороговевшие ткани удаляют пемзой слой за слоем. Лимон, ванночка и лист алоэ подходят для ликвидации сухих мозолей. Важно помнить, что народные рецепты не признаются официальной медициной как действенные способы лечения. Однако наших бабушек, по их утверждениям, они спасали. Жмите кнопку подписаться, если вы еще не подписаны на канал, чтобы не пропускать оповещения о новых видео, которые выходят каждый день. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале!